Я хотел бы остановиться на китайско-американских отношениях и том росте противоречий, который постепенно в этих отношениях происходит. И происходил на протяжении значительной части истории Китайской Народной Республики. Прежде всего, необходимо отметить, что это такой важный мировоззренческий момент. Существует большая школа мысли, которая отрицает возможность слишком острого противостояния между двумя странами в принципе, поскольку это будет идти вопреки, как считается, экономическим интересам и неким закономерностям, как предполагается, глобального развития. Есть взгляды, согласно которым Китай рано или поздно должен будет отказаться от этих противоречий. Есть предположение, что рано или поздно две стороны будут вынуждены прийти к какому-то глубокому компромиссу. Когда обсуждалась в начале 2010-х концепция G2, эти взгляды получили мощный импульс, но в дальнейшем эти идеи несколько отошли на второй план. Я считаю, что эти отношения обречены на постепенное нарастание противоречий. Это не значит, что они приведут к острому противостоянию того уровня, которое мы видим между Россией и Соединенными Штатами в ближайшем будущем. Это не значит, что они обязательно приведут к войне. Но я считаю, что природа этих противоречий является более глубокой, чем природа нынешних противоречий России и США. Как бы острыми внешне они не выглядели. Более того, среди тех американских специалистов, которые заняты реальным оборонным планированием, долгосрочным планированием в сфере военного строительства и в сфере развития оборонных технологий, китайский фактор уже бесспорно является доминирующим, российский упоминается разве что через запятую, если вообще упоминается. И целая новая концепция развития военных технологий в Соединенных Штатах, которая называется третья стратегия компенсации, это важнейшее начинание, элемент инновационной оборонной инициативы, объявленной министром обороны США Чаком Хейгелом еще предыдущим. Это нечто, что может изменить жизнь каждого из нас. Предыдущая стратегия компенсации, которая проводилась Соединенными Штатами в 70-е и 80-е годы, кстати, в корне изменила нашу жизнь. Ее порождениями являются интернет, глобальные системы позиционирования, в значительной степени сотовая связь, в значительной степени современные информационные технологии и многое другое. То есть даже если вы не сталкиваетесь непосредственно с вопросами безопасности и военными вопросами, подобное длительное противостояние или соперничество в военно-технической сфере может довольно сильно изменить вашу жизнь. На мой взгляд, имеет смысл остановиться на базовых предпосылках, допущениях и принципах, на которых основывались обе стороны, начиная свои отношения с самого раннего этапа. Для Китайской Народной Республики и даже для руководства КПК до образования Китайской Народной Республики Соединенные Штаты всегда выступали как важный партнер, с которым имеет смысл договариваться, с которым необходимо иметь дело, во-первых, в интересах развития Китая, во-вторых, для того, чтобы избежать односторонней зависимости от внешней силы, каковой в частности мог воспринимать Советский Союз. Мао являлся в корне своих убеждений прежде всего китайским националистом, который видел в коммунизме путь к восстановлению исторического величия своей страны. Советское влияние на Китайскую Коммунистическую партию всегда было предметом очень значительной идеологической борьбы в ней. Мао противостоял этому влиянию, он стремился к контактам с Соединенными Штатами еще в 40-е годы. Разумеется, речь не могла идти ни о какой дружбе и общих ценностях, тем не менее сотрудничество оценивалось как важное. После образования Китайской Народной Республики контакты продолжались постоянно, даже в условиях, когда формально Китай подвергался тотальной изоляции со стороны США, даже в условиях, когда Соединенные Штаты упрямо продолжали поддерживать Китайскую Республику на Тайване, оказывать помощь Чемкайши и осуществлять подрывные операции на территории Китайской Народной Республики. Например, до конца 60-х годов осуществлялась поддержка партизанской войны в Тибете, которая была свернута только в последний момент по настоянию Киссинджера, свернута довольно резко, фактически это движение было брошено на произвол судьбы и благополучно ликвидировано китайскими органами безопасности. Эти контакты отражали интерес Китая к отношениям с США и всего с середины 50-х и до начала процесса нормализации отношений в 69-м году состоялось около 140 секретных встреч между представителями Китая и США, обычно на уровне послов, обычно они происходили в тех странах, которые пытались играть роль своего рода посредников, например, в Польше, они не приводили к какому-либо результату. В самих Соединенных Штатах отношение к Китаю, Китайской Народной Республике, стало предметом внутриполитической дискуссии и важной внутриполитической темой непосредственно с момента победы коммунистов на материке, именно победа коммунистов на материке и очень продуманное, эффективное действие Чанкайши и его окружения по мобилизации своих сторонников в Соединенных Штатах, созданию собственных мощных лоббистских групп. Собственно, первое китайское лобби в американской политике, оно было именно таким, по сути, тайваньским лобби. Тогда все это сыграло очень важную роль в росте маккартизма, в росте антикоммунистической истерии в американской политике и стало весомым фактором, который породил известные явления, такие как охоту на ведьм, преследование лиц, подозревавшихся в коммунистических симпатиях, шпиономания и так далее. Это имело деструктивный эффект, прежде всего, для американского китаеведения. Первыми, кто попали под подозрение в прокоммунистических симпатиях, были как раз те люди, которые занимались практическими контактами с китайскими коммунистами в годы Второй мировой войны. Те дипломаты, разведчики, ученые, которые обращали внимание на потенциал коммунистической партии, указывали, что коммунисты могут быть удобным партнером, поскольку в реальности они стремятся к ослаблению своей зависимости от СССР, и при этом гораздо более дисциплинированны, эффективны и едины в своих целях, чем режим Чанкайши, который отличался чудовищной разобщенностью, тотальной коррупцией и был склонен к тому же систематическим злоупотреблениям, американской помощью и в ходе войны, и после нее, включая нецелевое использование предоставленного вооружения, финансовых средств и так далее и тому подобное. Зачастую травля этих людей была связана с просто тем фактом, что они вполне разумно и верно прогнозировали развитие ситуации в Китае в конце 40-х. Были случаи, когда людей обвиняли в прокоммунистических симпатиях, фактически просто потому, что они предсказывали, что коммунисты победят. Попытки реабилитироваться для этого поколения специалистов оказались неудачными. Фактически у большинства из них карьеры были сломаны и на время установился в американской азиатской политике своего рода идеологический диктат. По внутриполитическим причинам было практически сложно очень ставить вопрос о том, что отношения с Китайской народной республикой стоит пересмотреть. Были отдельные публикации, где наглядно показывалось, что Гоминьдан проиграл безвозвратно, что даже тот режим, который они строят на Тайване, совершенно неэффективен в политическом и военном отношении, что никакой надежды вернуться на материк у него нет, что режим коммунистов на материке устойчивее, чем, казалось бы, и стоит иметь с ним дело. Все эти доводы благополучно разбивались. Частично они разбивались в силу факторов американской внутренней политики. Например, важную роль в этом играли религиозные объединения, на позицию которых влияла антирелигиозная политика коммунистов. Частично это было следствие очень искусных действий со стороны руководства Китайской республики на Тайване, которая фактически стремилась приписывать любую оппозицию своему положению проискам коммунистов. Собственно говоря, даже сталкиваясь с оппозицией на своем острове, которая не была коммунистической, они стремились использовать этот факт для того, чтобы доказать факт наличия коммунистического заговора. На самом Тайване Гоминьдан сталкивался с серьезным сопротивлением местного населения, которое ему приходилось подавлять часто путем довольно жестоких репрессий. И до начала 70-х годов эта стратегия работала. Она работала идеально, и даже в условиях, когда произошел советско-китайский разрыв в 60-м году, в течение почти десятилетия, Соединенные Штаты предпочитали проводить политику давления на Китайскую Народную Республику. То есть Китай оказывался в ситуации, когда он противостоял и Советскому Союзу, и Соединенным Штатам, и находился в полной изоляции в течение почти десятилетия. Когда Китайская Народная Республика испытала свою первую атомную бомбу в 64-м году, Соединенные Штаты даже, судя по рассекреченным в последние годы документам, всерьез рассматривали вариант нанесения по Китаю превентивного ядерного удара с целью разрушения всей дальнейшей китайской ядерной программы, но в конечном счете отказались от этой идеи из-за непредсказуемых последствий. Собственно говоря, изменение в этих отношениях было связано только с чрезвычайными обстоятельствами, и катализатором изменения американского подхода к коммунистическому Китаю стало обозначившееся в Индокитае катастрофическое положение, перспективы полного краха проводившейся ранее азиатской политики, по сути. Это привело к нормализации отношений при всех хорошо известных обстоятельствах в начале 70-х годов, и эта нормализация основывалась на базовом факторе необходимости совместного противостояния Советскому Союзу. Китай, наблюдая за крахом американской политики в Азии, пришел к выводу, что США не представляют более для него столь серьезной угрозы, как раньше. На первый план стала выходить советская угроза. В этот период на Дальнем Востоке между нашими странами происходила мощнейшая военная эскалация и наращивание вооруженных сил, собственно говоря, развертывание этих десятков дивизий на китайской границе, и ситуация, когда до четверти всего производства цемента уходило на строительство фортификационных сооружений и военной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Все эти обстоятельства, конечно, сыграли свою немаленькую роль в экономическом крахе советского проекта. Это было колоссальное по своим масштабам усилие, и роль Китая в последующем, в холодной войне против Советского Союза, очень велика. Это было катастрофическое поражение, когда Китай перешел в лагерь наших врагов, и об этом никогда не стоит забывать, хотя часто об этом забывают. Китай не только отвлек гигантские силы СССР на содержание группировки в труднодоступных и малоосвоенных районах Дальнего Востока, но Китай сыграл и гораздо более весомую роль, чем принято считать в ходе, например, Афганской войны. Основная масса вооружения, которым пользовались афганские маджахеды, это было оружие советских образцов, производимое в Китае. Основные потери советской авиации в Афганистане были связаны не с американскими ракетами «Стингер», а с довольно примитивными крупнокалиберными пулеметами, которые использовались маджахедами, 80% из которых было произведено в Китае. Китай был ценным союзником и очень опасным врагом. Он был таковым для США в течение 50-х годов, когда сыграл важную роль и в Корейской войне, и в войне в Индокитая, и он стал таковым для Советского Союза впоследствии. Китай опасался на тот момент совершенно серьезного крупного военного конфликта с Советским Союзом. Расстановка сил оценивалась крайне пессимистично. В этот период китайцы даже запустили программу создания тактического ядерного оружия. И в начале 80-х, что показательно, сделали оговорку в своей доктрине о неприменении первыми ядерного оружия, которое, кстати, не снято до сих пор. Она гласила, что Китай оставляет за собой право применить ядерное оружие первым на случай глубокого вторжения на свою территорию. Это было как раз отражением их страха перед возможным в случае войны советским механизированным наступлением на северо-востоке страны. На тот момент, конечно, задача противостояния СССР перекрывала все остальные. После того поражения, с которым столкнулись Соединенные Штаты в Индокитае, все-таки рациональные факторы американской политики возобладали. На дискуссии о том, как вести себя по отношению к Китаю, которые постепенно нарастали в 60-е годы, дошли до некой критической массы. Оппозиция со стороны более консервативных, религиозных кругов, со стороны лоббистов, связанных с Тайванем, была преодолена. И перед лицом явной прямой угрозы партнерство начало развиваться. Оно никогда не отличалось высоким уровнем доверия. Стороны продолжали осуществлять определенное военное планирование друг в отношении друга. Китай на фоне во всю развивающегося партнерства с США довел до стадии серийного производства межконтинентальные баллистические ракеты, которые достигали американской территории, чтобы иметь некий инструмент сдерживания в отношении Америки, хотя бы символический. Но, тем не менее, движение вперед было, и эти отношения стали важным фактором для последующей политики реформы открытости, запущенной Дэн Сяопином. Китай во многом был обязан своим подъемом этим отношением с США и атмосфере борьбы между двумя тогдашними сверхдержавами. При этом Китай никогда всерьез не рассматривал позицию однозначного союза с одной сверхдержавой как желательную или комфортную. К 1982 году китайское руководство, как это отражено в мемуарах бывшего министра иностранных дел КНР Тянцечения, пришло к выводу, что отношения с Соединенными Штатами достигли необходимого уровня устойчивости, что они уже прочны. Примерно в то же время Советский Союз начал демонстрировать некоторую готовность к нормализации отношений с Китаем. Для китайцев в этом отношении важным сигналом была ташкентская речь Брежнева в 1982 году, когда Леонид Ильич, между делом, упомянул, что мы помним, что Китай все-таки является социалистической страной. И хоть мы не во всем с ним согласны, в течение всех 80-х годов шли довольно интенсивные советско-китайские переговоры, которые были направлены на нормализацию отношений, которые затрагивали весь круг спорных вопросов. Территориальный, советскую политику в Юго-Восточной Азии, Афганистан, советские войска в Монголии и так далее и тому подобное. Китайская стратегия на этот момент уже была направлена на то, чтобы достигнуть некоторого равновесия между СССР и США и использовать максимально свое положение третьей державы. И они подошли к этому ровно к моменту распада СССР. В 1989 году произошла полная нормализация наших отношений, которая была ознаменована визитом Горбачева в Пекин как раз в разгар волнений на площади Тяньаньмэнь. Уже к 1991 году была практически снята территориальная проблема между нашими странами. То есть было согласовано прохождение советско-китайской границы примерно на 99% ее протяженности. Китайцы были просто не заинтересованы дальше использовать территориальную проблему. Сразу же в 1989 году на фоне нормализации отношений начало огромными темпами развиваться советско-китайское военно-техническое сотрудничество. Китайцы рассчитывали использовать Советский Союз как второй источник технологии. И на самом деле рамки, некоторые базовые принципы этого сотрудничества были просто унаследованы Российской Федерацией от Советского Союза. Первые большие контракты на поставки советского оружия в Китай были заключены в 1990 году и выполнены уже в постсоветское время Российской Федерацией. Для китайцев это была совершенно разумная стратегия. И они верили, что все идет хорошо. Советский Союз, пусть ослабленный, будет существовать. Между ним и Соединенными Штатами будет сохраняться соперничество. Китайцы будут лавировать между двумя этими силами. Получать и от тех, и от других технологии, материалы, капиталы и так далее. Наращивать экспорт в обе стороны и спокойно в полной безопасности расти. Крах СССР и распад СССР был для них страшным шоком, который совпал еще с одним шоком. Этим шоком была американская операция «Буря в пустыне», в ходе которой Соединенные Штаты практически без потерь, с минимальными потерями уничтожили вооруженные силы Ирака. Для Китая это было моментом жесткого пробуждения и открывания глаз. Они прекрасно понимали, что армия Саддама Хусейна, как минимум с точки зрения вооружения, превосходила народно-освободительную армию Китая на поколение, на десятилетие. Она имела боевой опыт. Пусть она скверно управлялась, и Ирак был примитивным государством, но они прекрасно поняли, что в новой расстановке военных сил их позиция крайне слаба. Это породило последующее китайское движение к военной модернизации. Более того, уже нормализация советско-американских отношений и прекращение холодной войны, а тем более распад Советского Союза означали наступление кризиса в китайско-американских отношениях, который начался с событий на площади Тяньаньмэнь и продолжался где-то до 1993 года. Стало ясно, что базовая предпосылка для развития этих отношений, совместное сдерживание СССР, просто исчезает. Она становится не нужна. Старые претензии к китайскому режиму со стороны США сохраняются. Противоречия также сохраняются, в том числе связанные с Тайванем. В начале 80-х дело выглядело так, что Тайвань могут вообще постепенно чуть ли не сдать. И в общем-то в совместных американо-китайских коммунике отражалось обязательство Соединенных Штатов постепенно прекратить поставки вооружения на остров. Это то обязательство, которое формально действует. Именно поэтому Китай при каждой сделке по поставке американского оружия на остров устраивает довольно сильные дипломатические демарши. Речь шла о том, что их не должно быть вообще в перспективе. Сейчас, начиная с 2000-х годов, они фактически довольно быстро растут. Почему эти отношения выжили? Они выжили благодаря двум важнейшим факторам. Первым фактором была экономика. По мере реализации политики реформы открытости Китай превращается, во-первых, в направление для американских инвестиций. Они могли даже не всегда выглядеть как американские, но это были инвестиции американских транснациональных компаний, возможно, из других стран, но тем не менее, это были американские деньги, быстро на десятки процентов в год рос китайско-американский товарооборот, и было твердое понимание того, что речь идет о бездонном рынке. Китайцы прекрасно понимали, как работают экономические рычаги в США, и проводили и проводят до настоящего времени очень разумную политику по влиянию и покупке лояльности. Учитывая по-прежнему огромную роль государственного сектора в экономике и сильнейшее регулирование ряда отраслей, например, гражданской авиационной отрасли, китайцы довольно быстро превратили механизмы заключения крупных контрактов в инструмент влияния на американскую политику. Собственно говоря, Боинг, для которого Китай является вторым важнейшим рынком, он выступал на протяжении десятилетий одним из важных защитников китайско-американских отношений и практически большинство визитов китайских руководителей в США. Многие из них связаны с обязательным посещением заводов компании Боинг. Осуществлялись такие же целевые закупки энергетического оборудования, продукции, машиностроения. На раннем этапе даже крупные закупки представительских автомобилей в США устанавливались непосредственные отношения между политическим руководством Китая и крупными компаниями и начали предприниматься первые усилия по приобретению позиций в политических кругах США. Эти усилия были значительно расширены впоследствии в 90-е годы и в меньшей степени в 2000-е годы. Американцы после начала процесса распада СССР, после того, как СССР вступил в период очевидного кризиса и упадка, перестали воспринимать коммунистические авторитарные режимы как серьезных оппонентов. Возникло ощущение, что есть некая закономерность, которая приведет Китай к новой политической системе, предположительно демократической политической системе, просто в силу того, что в Китае развивается современная капиталистическая экономика. Собственно говоря, такие убеждения начали распространяться еще до распада СССР. Еще президент Рональд Рейган любил говорить про Китай, так называемый коммунистический Китай. Это было практически общее место. Частная собственность и рыночные реформы влекут за собой изменения политической системы. В конечном счете вот эти факторы победили соединение очень ясно выраженного экономического интереса в сохранении отношений с Китаем и вера в то, что китайский режим трансформируется сам собой, в общем-то без каких-либо существенных усилий со стороны Соединенных Штатов. они одержали верх над рассуждениями о том, что в общем-то пользы от сотрудничества с этим государством нет никакой. Кроме того, следует учитывать, что сама способность Китая оказывать влияние на мир тогда оценивалась довольно низко. Китай с начала 90-х перешел к пассивной внешней политике, которая была выражена в знаменитых высказываниях Дэн Сяопина «Сидеть в тени, копить силы, избегать лидерства и так далее». Китай самоустранился из большинства международных проблем, которые не затрагивали так называемые ключевые интересы Китая, коренные интересы Китая. Для Китая коренные интересы, с точки зрения их терминологии, это независимость, территориальная целостность и устойчивость политического режима, то есть власть коммунистической партии. Во всем, что не касалось этих ключевых вопросов, Китай проводил по сути политику самоустранения. Китай начинал предпринимать некие меры по военной модернизации, но вплоть где-то до середины 2000-х годов или даже до конца 2000-х годов все китайские попытки модернизировать свою армию воспринимались как какой-то нелепый анекдот. В общем-то, никто не считал, что у них, скажем так, в США очень немногие исследователи китайских вооруженных сил считали, что у Китайской народной республики что-то получится вообще в военной сфере. И какие-то остатки пренебрежительного отношения китайской военной мощи сохраняются даже и до сих пор. В итоге это был логичный шаг. Да, это слабая в военном отношении страна, там неприятный режим, но он рано или поздно трансформируется. Мы видим, что они говорят нам приятные слова, которые мы хотим услышать, у них развиваются капиталистические отношения, все решится само собой. В 90-е годы это убеждение еще более окрепло под влиянием новых технологий. Это был период технологического романтизма, когда считалось, что авторитаризм и интернет несовместимы. Билл Клинтон особенно часто упоминал в своих высказываниях, что мобильный телефон, и тогда еще он говорил, проводной модем положит конец авторитаризму. То есть не может это существовать в условиях свободного обмена информацией. Это все предрешено. Надо просто сидеть и ждать, и сдерживать китайцев там, где они пытаются вести себя слишком неправильным образом со стороны США. Китайцы сами прекрасно понимали, с чем они имеют дело. И они максимально использовали эту внутреннюю дискуссию в США. Они стали ее участниками, по сути. Прежде всего, они четко разделили ту риторику, которая была адресована для внешнего потребления, и ту риторику, которая была адресована для внутреннего потребления. Каждый играл свою роль. На внешнюю арену выходили замечательные люди, которые рассуждали о реформе политической системы, о рыночных реформах, о том, как Китай движется в направлении остального мира, как он раскрывается, и как все будет хорошо, будет достигнута полная гармония, дружба и совместный рост. Тем не менее, внутри страны, после событий на площади Тяньаньмэнь, происходило практически неуклонное ужесточение идеологического контроля, свертывание дискуссия о травматическом прошлом страны. В 80-е годы в Китае эта дискуссия была очень свободная, она породила целые направления литературы, которые освещали трагические события времен культурной революции. В это время возникло несколько таких очень своеобразных мыслителей. В 90-е годы это все сворачивалось и прекращалось. Постепенно, шаг за шагом, это уходило. В партийных документах четко отражалась идея о недопустимости либерального перерождения и вестернизации китайской политической системы. И предпринимались дополнительные усилия для обеспечения, если так можно выразиться, идеологической частоты рядов. С точки зрения реальной частоты рядов все обстояло довольно плохо, поскольку именно в 90-е годы китайская партийная элита начала сращиваться с бизнесом и массово выводить капиталы за рубеж. Тогда же появились такие явления, как голый чиновник, то есть человек, у которого в Китае нет ничего, который отправил за границу жену, любовницу детей и родственников и купил им там недвижимость и вложил деньги в бизнес, а в Китае живет там в арендованном жилье и ждет, когда он сможет уйти в отставку и смыться. Но, тем не менее, даже эти голые чиновники, они в целом сохраняли лояльность именно этой политической системе. Использовать их Соединенным Штатам как-то не удавалось. Скорее наоборот, эти многочисленные связи такого теневого, полукоррупционного характера использовались самими китайцами в попытках влиять на политическую дискуссию в США и даже в некоторых случаях на американские выборы. То есть можно сколько угодно говорить о российских хакерах, которые сейчас влияют на американские выборы, но в 90-е годы имел место задокументированный и отраженный в судебных материалах факт, когда лично начальник китайской военной разведки генерал-майор Цзи Шэнде вручал году где-то в 96-м в кабаке в Макао чемодан с деньгами финансисту демократической партии китайского происхождения на финансирование перевыборов президента Клинтона. И целый ряд других подобных случаев известен, когда подобные посредники, финансовые дельцы, которые переезжали из Китая в США, получали задания на продвижение внутрипартийных структур, на занятия общественной деятельностью, получали финансирование. Это экзотическое направление работы, но оно просто показывает, насколько серьезно все было, насколько все далеко зашло. Китайцы использовали все возможные направления влияния для формирования безобидного и благоприятного образа в Соединенных Штатах. Это была совершенно разумная политика, которая сработала. То есть все 90-е годы они продолжали спокойно наращивать масштабы торгово-экономического сотрудничества в США. Клинтон в 98-м году писал, что он встречался с Дзянземинем, заглянул ему в душу и увидел, что тот собирается изменить Китай в правильном направлении настолько, насколько это возможно. Считалось, что действующее китайское партийное руководство на самом деле искренне считает, что Китай надо преобразовать по западному образцу или может быть по образцу дружественных Соединенным Штатам азиатских стран, может на худой конец, как Сингапуре, но просто хочет сделать это постепенно и управляемым образом. А если бы они хотели, они бы вообще отказались бы в пять минут от коммунизма и ввели бы демократию. Ну, это была такая массовая вера, за которой стояли конкретные экономические интересы. Происходил экономический бум в 90-е годы и в Соединенных Штатах, и в Китае люди делали огромные капиталы, и никто не хотел, в общем-то, это разрушать. Китай в течение этого времени продолжал накапливать силы. Для Китая период управления Дзянзиминя, собственно говоря, экономический рост был абсолютным приоритетом, рост любой ценой, но с середины 90-х наметился важный поворот. Где-то с 96-97 года военный бюджет КНР начал расти опережающими темпами по отношению к валовому внутреннему продукту. Дэн Сяопин считал военную модернизацию в начале 80-х годов наименее важной из стоявших перед страной задач. Он относил ее на последнее место, но он тогда же признавал, что это последнее место для военной модернизации это временное явление. Пока просто нет ресурсов, чтобы тратиться на вооруженные силы. В 90-е годы это начало меняться. Начал набираться критический объем закупленных в России военных технологий и материалов. Были привлечены технологии из других источников, и у страны стал появляться капитал для реализации крупных военно-технических программ. Уже к этому времени американские наблюдатели начинают отмечать, что что-то идет не так, хотя бы в военной сфере. В 96-м году происходит кризис в Тайваньском проливе, связанный с выборами президента Тайваня и происходящими на острове политическими реформами. Китайцы стреляют баллистическими ракетами по окрестностям порта Гаосюн в море. Американцы направляют в Тайваньский пролив авианосец, но пока это носит характер такой ограниченной демонстрации, и общая риторика остается дружелюбной. В 99-м году происходит важное событие, которое сыграло довольно существенную роль в восприятии, по крайней мере, китайцами Соединенных Штатов. В ходе военной операции НАТО против Югославии происходит известный инцидент с бомбардировкой американским самолетом китайского посольства в Белграде. Это один из таких загадочных инцидентов, об обстоятельствах которых историки могут спорить столетиями, но подтвержденным фактом является то, что американская бомба точно поразила крыло китайского посольства, в котором располагалась резидентура китайской военной разведки и никакое другое. Погибли люди, семейная пара погибла, и для китайцев вывод был однозначен, что это был преднамеренный удар, который преследовал некие политические цели, возможно, поставить их на место. Это важный момент, с которого отслеживаются серьезные довольно изменения в китайском военном и военно-политическом планировании, и это отмечают в том числе и американские исследователи. Открывается большое количество военных программ. С политической точки зрения вроде бы ничего страшного. Да, в Китае акции протеста, забрасывание американского посольства чернильницами и тухлыми яйцами. Это длится там сколько-то недель, потом сходит на нет, и вроде бы все нормализуется. Но в реальности никто ничего не забыл. Все закрутилось и задвигалось. И многие вещи, на которые раньше денег не давали, начали финансироваться вовсю. Тем не менее, пока все кажется относительно благополучным. В Соединенных Штатах продолжается прежняя дискуссия, но уже с 2000 года Конгресс начинает требовать от Пентагона предоставлять ежегодные доклады о военной мощи Китая. Это важный момент, потому что в свое время, в эпоху Холодной войны, предоставлялись ежегодные доклады о военной мощи Советского Союза. Военные мощи Российской Федерации, несмотря на Сирию и Украину, ежегодных докладов не требуют предоставлять, если не ошибаюсь, до сих пор. Там много слушаний, но такого жанра, как вот эти постоянно выпускаемые, обновляемые, ежегодные такие доклады, толстые книжки с описанием разных аспектов китайской военной мощи, на которые Китай неизменно ругается и требует прекратить это публиковать, такого нет. Начиная с 2004-2005 года в китайской политике происходит еще одно важное изменение. Китайские компании начинают активно выходить на внешний рынок со своими инвестициями. Худзиньтао совершает важные поездки по странам Африки и Латинской Америки. И Китай, который до этого был крайне незаметным игроком в этих странах, начинает бороться за их рынки. Он начинает превращаться в крупного импортера их сырья и пытается расширить свое присутствие там. Китай стал нетто-импортером нефти относительно поздно, только в середине 90-х годов. До определенного времени казалось, что Китай обеспечивает себя большинством ресурсов, но уже в 2000-е годы китайский рост стал важнейшим фактором для всех сырьевых рынков. И китайцы очень сильно озаботились своей политикой ресурсной и энергетической безопасности. Китайское руководство призвало компанию идти в мир, и это привело к довольно важным изменениям в политике третьего мира. До сих пор, если вы были руководителем страны сырьевого экспортера в развивающемся мире, например, в Африке в принципе вы имели ограниченный набор рынков, и все эти рынки с политической точки зрения находились под тем или иным влиянием США. Для США было трудно вас изолировать, но тем не менее, если обстоятельства были действительно серьезными, Соединенные Штаты могли надавить на Европейский Союз с одной стороны, на Японию и Южную Корею с другой, и перекрыть вам кислород. И вы знали, что вам некуда больше идти. Выход Китая на мировую арену в качестве крупнейшего покупателя сырья, который независим от Соединенных Штатов и не будет выполнять или не склонен выполнять американские требования, начал все менять. Это впервые почувствовалось в Судане, и это в дальнейшем имело большое влияние на африканскую политику. Почему Китай был предпочтительным партнером? Китай не предлагал лучших условий с точки зрения финансов, с экономической точки зрения. Китай имел склонность использовать в своих проектах китайских рабочих и распределять контракты между китайскими компаниями, но Китай придерживался важного принципа, которого он придерживается до сих пор. это невмешательство во внутренние дела. Если вы имели дело с китайцами, вы могли быть уверены, что их совершенно не интересует эволюция вашей внутренней идеологии, ваши внутренние конфликты. Они не будут под вас копать, они не будут иметь дело с оппозицией, они будут пытаться помочь вам на международной арене, они могут снабжать вас оружием. Все это в обмен только на то, что вы выполняете свои коммерческие обязательства. И это очень удобно, это огромный контраст с теми отношениями, которые они имели с западными странами. Не только с США, но и с Великобританией и Францией, которые играли в очень сложные политические игры в Африке, там свергали режимы, вмешивались во внутренние конфликты и так далее. Дальнейшими шагами стали такое же проникновение в Латинскую Америку и на Ближний Восток. Опять же, сперва все это воспринималось со скепсисом. Сперва считалось, что китайцы не смогут продвинуться слишком далеко, у них нет политического опыта, они не имеют ясной стратегии. На практике сейчас мы имеем уже ситуацию, при которой Китай является крупнейшим торговым партнером Африки. Это также крупнейший торговый партнер Ближнего Востока. Это второй или третий крупнейший торговый партнер Латинской Америки. К настоящему времени Китай уже накопил за рубежом прямые иностранные инвестиции, достигающие по китайским же данным примерно 700 миллиардов долларов, но это не полные данные, скорее всего, потому что китайская статистика не всегда очень надежна в этом отношении. То есть возникло уже обстоятельство сильного ослабления власти США и влияния США на целый ряд стран третьего мира. И это отражалось, в принципе, в документах то обстоятельство, что Китай осуществляет контакты с авторитарными и диктаторскими режимами без оглядки на их политику и ситуацию в правах человека. Ну, если говорить попросту, то есть осуществляет независимые контакты с теми, кто не нравится Соединенным Штатам. И тем самым просто расширяет их возможности для политического маневрирования. Это был первый важный шаг, который уже вел к некоторому ослаблению оптимизма в будущем развития отношений с КНР. Но были и другие. Прежде всего, уже в 2000-е годы постепенно стало становиться все более ясно, что эволюция китайского общества, и если она и идет, то явно не в том направлении. Важным отличием китайского правительства от советского было то, что советская боялась изменений, пыталась ограничивать и контролировать технологию. Ну, например, известный факт, что в СССР в 80-е годы пытались ограничивать распространение копировальных аппаратов. Там вы должны были иметь некое разрешение, чтобы его купить. То есть вы не могли его даже купить в частное пользование. Китайцы видели каждое изменение скорее как возможность. И это себя оправдало. Интернет не стал каким-то фактором подрыва режима коммунистической партии. Интернет фактически стал фактором укрепления этого режима. Он дал китайскому руководству новые эффективные инструменты пропаганды, и он дал китайскому руководству новые очень эффективные инструменты контроля над гражданами, которых, может быть, нету в большинстве других стран мира. Есть хороший пример того, как работают китайцы в этой области. Для любой армии мира сейчас в нашу эпоху проблемой является то, что солдаты поголовно имеют смартфоны, всюду таскают их между собой, вместе с собой сидят в своих телефонах, находясь на посту, бездельничают и разглашают секретную информацию. Кто-то может пытаться их запретить. Главное политическое управление китайской армии начало вместо этого поощрять использование смартфонов и централизованно закачивать в смартфоны солдат специальные приложения, например, курсы по изучению истории партии и марксизма-ленинизма с обязательными тестами. То есть раньше вы могли улизнуть от очередной контрольной по истории партии, сходить в наряд, сказать, я на посту был или спал, а теперь он придет вам в телефон, в телефоны, вы должны на него ответить. В воинских частях создаются собственные интернет-форумы, которые мониторятся, разумеется, соответствующими органами, создаются сообщества в соцсетях. Все это не пресекается, но это контролируется. Китай имеет инфраструктуру контроля над интернетом, которая по своим масштабам как минимум сравнима с американской. В распоряжении соответствующих государственных органов имеются вычислительные мощности, которые, скорее всего, превосходят американские, и Китай является сейчас производителем самых быстрых суперкомпьютеров в мире. Они не имеют проблем с рабочей силой для прослушивания и обработки всего, что перехватывается. Например, по американским публикациям в китайском аналоге АНБ работало где-то до 130 тысяч человек. Это было третье управление генерального штаба НОАК. Сейчас это компонент войск стратегической поддержки называется такой. То есть там, где американцам надо было нанимать каких-то слабо проверяемых контрактников, одним из которых стал Эдвард Сноуден, или поручать обработку материалов всяким странным личностям, чуть ли не рядовым армии, как Челси Мэнинг, которая слила все в Викиликс. У китайцев просто нормальная армейская структура с проверяемыми людьми, которые сидят и работают. И подобная же структура есть в полиции и Министерстве госбезопасности. Это огромный масштаб. И если в Соединенных Штатах права на неприкосновенность личной жизни, как мы знаем, систематически нарушаются, повсеместно, и идет слежка, но это хотя бы вызывает некоторые скандалы, попытки это обсудить, подать где-то в суд и как-то, в общем-то, хотя бы потрепыхаться, то в Китае этой дискуссии просто нет. Эта система работает так, как ей надо работать. Она не ограничена в средствах, и ее никто не контролирует, кроме собственного правительства. Она ровно такая же, как в США технически, но ничем не ограничена политически. С приходом к власти Си Цзиньпина эволюция китайской системы стала еще более показательной. То есть стало ясно, что те процессы трансформации, которые происходят, они связаны скорее с нарастанием национализма. А Си Цзиньпин провозгласил свою основную идею китайской мечты как раз в 2013 году после посещения выставки в Национальном музее, посвященной так называемому Столетию Позора, то есть столетию, когда над Китаем доминировали ядерные державы. Его идея — это вернуться к нормальности. Великое возрождение китайской нации — это возрождение ее к нормальному положению, какое было, например, во времена династии Тан или во времена династии Хань, когда Китай определял правила игры в своем регионе как минимум. Происходит концентрация власти в одних руках и мы видим, что для китайского правительства важным моментом является усиление контроля над средствами массовой информации, что и провозглашено. И происходит очевидное осознание и утрата надежд в Соединенных Штатах на то, что эволюция китайского общества в желаемом направлении вообще возможна в обозримом будущем. Это выражается в публикациях. Например, статья Дэвида Шамбо, это ведущего американского китаеведа о грядущем крахе коммунистического режима. То есть он не способен плавно эволюционировать, он двигается в направлении кризиса и краха, который может быть с высокой степенью вероятности насильственным, а до того, как он произойдет, мы должны сдерживать Китай. Одновременно в самом Китае начинается пересмотр старой политической линии, которая была сформулирована Дэн Сяопином. Идет дискуссия о том, что не пора ли нам отказаться от пассивной внешней политики? Не пора ли нам вести себя как нормальная великая держава? До каких пор мы терпим, что наши интересы, например, в таких странах, как Ливия, нарушаются. А в Ливии в результате своей пассивности и в результате невмешательства, непротивления операции НАТО, Китай понес убытки в десятки миллиардов долларов, был вынужден эвакуировать из Ливии несколько десятков тысяч человек, которые там работали и получали хорошие зарплаты. То же самое происходит в других странах. То есть Соединенные Штаты и другие конкуренты Китая, они оказывают помощь политическим партиям, которые выдвигают во главу своей идеологии идеи борьбы с китайской экспансией. Китайская тема играла важную роль уже во многих африканских выборах. Китайцы сталкиваются с растущими угрозами своей безопасности во многих районах, потому что вкладываются они во многом в нестабильные страны и они постепенно начинают расширять свое присутствие. В конце 15-го года Китай создал первую военную базу за рубежом. Это пункт материально-технического обеспечения в Джибути. Китайцы очевидным образом строят свои вооруженные силы так, чтобы получить возможность для проецирования силы в удаленные районы земного шара, то есть, строго говоря, к побережью других континентов. Они понимают, что переход от исключительно экономической конкуренции к политической конкуренции, переход к борьбе и порой даже использованию силовых инструментов неизбежен. Но этот переход осуществляется плавно. Почему? Потому что на данный момент нет необходимости торопить события. Например, они считали, что важным фактором, который дал им существенную стратегическую передышку в свое время стало 11 сентября. президентство Джорджа Буша-младшего, оно начиналось вообще-то как президентство, которое будет посвящено китайскому вопросу. В начале его президентства в апреле 2001 года произошел инцидент с американским самолетом-разведчиком в Южно-Китайском море, который столкнулся с китайским истребителем. Это был крупный скандал. Но потом произошло 11 сентября, и все приоритеты изменились, а в Восточной Азии забыли на время американцы. Потом проходит практически 11 лет, и уже в президентство Обама Соединенные Штаты объявляют о политике поворота в Азию, где им надо иметь дело с более мощным, сильным Китаем. Но проходит некоторое время, пока эта политика формулируется, пока она развивается, происходит украинский кризис, и ряд китайских аналитиков выдвигают идею, что украинский кризис дает нам стратегическую передышку, которая может продлиться, возможно, 10 лет. На время появляется надежда, что Соединенные Штаты сконцентрируются на России, они займутся этим, но вся логика уже связана с предположением о неизбежности грядущего противостояния. сейчас видно, что даже этой передышки в общем-то и нет, потому что Украина как-то забывается, а вот Южно-Китайское море постепенно выходит на первый план, и на первый план выходит тема борьбы за влияние между Китаем и США, прежде всего в регионе. Мы видим, что то одна, то другая страна постепенно переходит под большее китайское влияние. на Филиппинах эксцентричный президент Дутерто, который, управляя страной, важнейшим союзником США в регионе, делает серию противоречивых заявлений, едет в Китай, получает китайские деньги, и вроде бы уже все пишут, что Соединенные Штаты потеряли Филиппины. Таиланд после военного переворота постепенно переходит под китайское влияние, все больше закупок китайского оружия, отказа американцам в размещении новых сил. Лаос и Камбоджа, они просто скуплены китайцами, это беднейшие члены Асиан, и из-за них срываются все попытки сформировать единый фронт Асиан в отношении проблемы Южно-Китайского моря. То есть там как бы говорится с риторической точки зрения, что это вопрос проблемы свободы судоходства, там нет вопроса о свободе судоходства, Китай никогда не оспаривал свободы торгового судоходства в Южно-Китайском море, там есть вопрос о свободе перемещения военных сил через Южно-Китайское море, которое Китай и ставит, и если он сможет добиться своего, то возможности движения американских сил в этом районе будут скованы и фактически способность США играть роль такого важного игрока и гаранта существующего порядка вещей в регионе будет поставлена под вопрос. И это уже становится неизмеримо более важной темой, чем Украина. И возможно в долгосрочной перспективе намного более важной темой, чем все, что происходит на Ближнем Востоке, потому что тот, кто победит там, будет иметь совершенно новые возможности по всему миру. Это становится фокусом дипломатии и дальше ситуация будет становиться хуже. Это связано с тем, что снижается взаимодополняемость экономик, снижается потребность в сотрудничестве, меняется характер китайской экономики. Китайская экономика перестает быть производителем дешевой, низкотехнологичной продукции, которую развитые страны не производят. Просто для экономического выживания Китай должен присутствовать по всему миру и контролировать источники сырья и превратиться в ведущего производителя и экспортера таких товаров, как автомобили, роботы, гражданские самолеты, энергетические машины и так далее и тому подобное. В предыдущий раз нечто подобное наблюдалось, когда в число ведущих индустриальных стран вошли Япония и Южная Корея. Это привело к потрясениям в целом ряде отраслей мировой экономики и долгосрочному упадку некоторых из них, который никогда не был преодолен. Упадок Детройта начался с этого. Но это были маленькие Япония и Южная Корея, которые были союзниками США и которые были готовы координировать с США до определенной хотя бы степени экономические политики. Сейчас речь идет о том, что это сделает Китай, который не готов координировать свою политику с США, по крайней мере, он готов ее координировать до определенной степени, но не готов подчиняться давлению и будет действовать в собственных интересах. Это создает новые условия для противоречий. И вот это понимание руководит теми, кто отвечает за планирование, прежде всего в сфере национальной безопасности. В обоих странах они исходят из предпосылок о неизбежном нарастании противоречий. Это не обязательно война, но это гонка вооружений неизбежно, это планирование, направленное только друг против друга главным образом, при минимальном учете прочих факторов. Это шпионаж, подрывные операции, борьба за влияние в третьих странах и так далее и тому подобное. И это будет доминирующее противостояние, которое будет определять уже дальше мировую политику. В своей предвыборной риторике претендент от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что по большей степени он видит угрозу не в России, для США угрозу не в России, а в Китае. И в связи с этим у меня такой вопрос. Может ли быть в перспективе так, что США будут дальше сдерживать Китай, сфокусируются в перспективе именно на Китае, и возможно даже новая администрация постарается как-то улучшить отношения в этом плане с Россией, чтобы возможно их как-то разделить, как-то может быть надавить на Китай и так далее. Оба кандидата в значительной степени сфокусированы на Китае. С точки зрения китайцев Трамп является более неприятной личностью, поскольку непредсказуем и проповедует радикальные идеи в торговле, но сейчас все говорит о том, что он не может победить, но даже Хилари Клинтон обращала на протяжении своей карьеры на Китай большое внимание. Один из ее первых ярких шагов в политической сфере это было выступление на всемирном женском конгрессе в китайском городе Хуайжоу, где она сильно обидела китайских товарищей, она произнесла свою знаменитую речь про то, что women rights are human rights, но еще там прошлась про права женщин в КНР, если не ошибаюсь, в связи с китайской политикой планирования семьи, уже тогда китайцы на нее довольно сильно обиделись, будучи сенатором она регулярно говорила о несправедливых условиях торговли с Китаем в качестве госсекретаря, ну именно при ней произошла политика перезагрузки с России и политика поворота в Азию, которая была направлена на сдерживание Китая, но никаких оснований ожидать, что какой-то поворот подобного рода произойдет в ближайшем будущем нет, и я думаю, что никто в это всерьез не верит, это просто невозможно по американским внутриполитическим причинам, исходя из того, как у них определяется внутренняя политика, и есть отличный исторический пример, вот Китай, он разругался с Советским Союзом в 60-м году, и это не мешало тому, чтобы еще 10 лет американцы проводили в отношении него крайне жесткую политику, включая специальные операции на его территории, поддержку Тайваня, все меры давления, полную экономическую блокаду и все, что угодно, то есть это было бы слишком просто, но ничего такого хорошего ожидать нельзя, то есть это будут параллельные процессы, даже при том, что опасения относительно того, что нельзя, в общем-то, нехорошо бы Китай подталкивать к России, они существуют, но они не играют большой роли, максимум, что удалось выжить из этих опасений в позитивном плане, это то, что американцы по крайней мере не препятствуют происходящей сейчас активизации отношений между Россией и Японией, то есть до какого-то момента они пытались это сдерживать, потом бросили эту затею, вроде бы японцы смогли их уговорить, что не надо уж так еще и в Азии Россию совсем изолировать, а то будет плохо, но никаких поводов для оптимизма нет, хотя все понимают, что Китай будет более важной проблемой. В начале своей лекции вы сказали, что в 89-м году территориальный спор между Советским Союзом и Китаем сошел на нет территориальный спор. Они согласовали более 90% протяженности границы тогда. Существуют ли на сегодняшний день в современности территориальные противоречия между Россией и Китаем и насколько они важны в отношениях? У нас нет территориальных споров. Мы разрешили последние небольшие противоречия, связанные с островами на Амуре к 2004 году. Иногда за территориальные споры выдаются публикации в китайских исторических работах, включая учебники истории для средних школ, где приводятся некие карты того, что принадлежало империи Цинда, начало экспансии европейских держав и что она потеряла. Это не является с юридической точки зрения какими-то китайскими претензиями, но строго говоря, на наших исторических картах есть Польша и Финляндия. На их исторических картах, кроме этих территорий на Дальнем Востоке есть еще Корея и Вьетнам, на которые они там явно как-то не претендуют. Среди каких-то националистов такого рода публика есть везде и у нас она присутствует, вы тут уже ничего не можете сделать, но такой проблемы у нас нет. И она едва ли может появиться, если в Китае не произойдет какая-то коренная смена режима. Следует отметить, что представители этой оппозиции, КПК, таких диссидентских кругов они жестко критиковали. Зенземини еще в свое время за договор о дружбе с Россией, за отказ от территориальных претензий и так далее. Это маловероятное катастрофическое развитие событий. Извините, а как вы тогда прокомментируете 2012 год, когда между Россией и Китаем возник очередной спор в районе Горного Алтая и в 2012 году правительство КПК потребовало от России чуть ли не в ультиматийном режиме демаркировать зону в районе Горного Алтая и России и российскому правительству пришлось уступить 18 гектаров. Я понимаю, что 18 гектаров для площади нашей страны это совершенно ничего, но во внешней политике всегда существует принцип не пяди земли и возможно с 18 гектаров начнется маленькими шажками такое тихое завоевание нашей территории. Как вы можете это прокомментировать? Смотрите, переносы столбов значит за согласованием линии прохождения границы следует ее делимитация и демаркация. это длительный процесс который занимает годы он может занять длительный срок это съемка и определенная работа на местности они действительно заканчивались где-то в 12-13 году еще происходили переносы каких-то пограничных столбов но это не был пересмотр границы это была демаркация границы в соответствии с достигнутыми договоренностями то есть строго говоря там нету оснований говорить что китайцы требовали чего-то на что они не могли претендовать с точки зрения договора там конкретно они могли потребовать ускорить работы по переносу столба или что-то в этом духе но это не было пересмотром границы этой проблемы не существует хорошо спасибо не могли бы вы пожалуйста уточнить по поводу контроля китая частичного над внешней политикой камбоджи как он установился ведь по крайней мере в 90-е годы основная доля экономической помощи принадлежала если я ошибаюсь японии да китай начал выходить на китай стал крупным игроком в сфере экономической помощи уже в 2000-е годы и сейчас он является одним из крупнейших источников и в юго-восточной азии и в африке это осуществляется значит китайская помощь зарубежным странам она имеет другую структуру чем у западных стран она не соответствует критериям ОСР она лишь минимальная ее часть осуществляется в виде грантов или каких-то передач чего-либо то ни было безвозмездной как правило это льготные кредиты тем не менее они раздавались таким странам как Камбоджа и Лаос это сделки связанные со строительством инфраструктуры это кредиты на хороших условиях это какие-то сделки которые были адресованы непосредственно на представителей местной элиты и позволяли им делать хороший бизнес и к настоящему времени васян камбоджа и лаос они уже считаются такими наиболее прокитайскими странами которые продвигают китайскую линию могли бы вы сравнить слабые и сильные стороны сторон США и Китая и назвать какие у России есть ресурсы в настоящем и будущем которые мы могли бы использовать для воздействия на данный конфликт Китай с точки зрения валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности это уже крупнейшая экономика мира при этом он пока что довольно мало тратит на это противостояние например доля военных расходов в валовом внутреннем продукте у китайцев будет там где-то раза в два ниже чем у американцев у китайцев существует проблема серьезных долгов на уровне местных правительств но долги центрального правительства невелики а у американцев уровень задолженности огромный они собственно говоря и формируют свою новую стратегию в отношении Китая понимая что в такой среднесрочной или долгосрочной перспективе денег у них будет просто меньше и им надо выигрывать за счет мозгов за счет технологий Китай имеет своих сторонников в третьем мире он воспринимается многими развивающимися государствами как более безопасный партнер у него огромная промышленная база она может быть не такая высокотехнологичная но количественно более сильная чем у США у Китая есть проблема которая связана с тем что он не имеет привлекательной для внешнего мира идеологии за годы пассивной внешней политики его дипломатический аппарат потерял опыт и они это признают они не очень понимают каким образом им действовать в условиях кризисов они не понимают как им иметь дело с неудачами они панически боятся провалов они медлительны и в большинстве случаев они при решении крупных международных проблем фактически просто следуют в фарватере за Россией в дальнейшем это может меняться китайцы могут попытаться выдвинуть некую идеологию они постепенно тренируют свой дипломатический аппарат они пытаются все больше заниматься международной пропагандой но это тем не менее пока остается их слабыми сторонами Россия для них интересна прежде всего как партнер в международной политике то есть мы были теми кто собственно позволял им оставаться в тени все эти годы во всех крупных международных проблемах мы были на первом плане они стояли у нас за спиной и вяло говорили что они нас поддерживают даже в тех проблемах которые для них были важнее чем для нас самый хороший пример это переговоры по иранской ядерной проблеме иранская ядерная проблема была решена при главной роли России то есть Россия выступила основным посредником между Ираном и странами Запада Россия сделала эту сделку возможной это был успех российской дипломатии Китай участвовал в этих переговорах но был невидим и неслышим самый незначительный их участник по сути но товарооборот Китая с Ираном до обвала цен на нефть составлял где-то 55 миллиардов долларов в год и вообще-то Китай планирует довести товарооборот с Ираном в следующем десятилетии до 200 миллиардов долларов в год у России товарооборот с Ираном составляет около 10 миллиардов долларов в год может быть реально он несколько повыше за счет торговли через третьи страны но все равно это уровень вовлечения несопоставимый то есть мы открыли иранский рынок миру и Китай получит от этого торговлю и экономическую активность объемом возможно в какое-то время уже в сотне миллиардов долларов мы получим несколько контрактов на оружие и атомные энергоблоки вот примерно так это выглядит это то как осуществляется китайская внешняя политика да мы тоже от них что-то получаем мы получаем от них порой очень важную помощь она была важна в ходе украинского кризиса но вот с дипломатической точки зрения начиная с середины 90-х годов китайцы занимались тем что отсиживались за нашей спиной в какой-то момент стало ясно начиная с ливийского кризиса что спина недостаточно широкая и надо самим что-то делать и вот они пытаются понять как же им действовать и пытаются этому научиться но это процесс растянутый во времени и в Китае много людей которые говорят зачем что-то менять если и так все было хорошо вы сказали что кризис в американно-китайских отношениях начался в 89-м году после событий на площади Тяньаньмэнь и продолжался до 93-го года вы не могли бы уточнить что произошло в 93-м году спасибо они пытались после этих событий вводить новые ограничения на торговлю была попытка как раз в 93-м году увязать вопрос подтверждения статуса нормальных торговых отношений с КНР с ситуацией с правами человека но примерно в это же время там уже администрация Клинтона начала сворачивать эту активность то есть это связано было уже с прошедшими к тому времени в США очередными выборами переоценкой переоценкой администрации перспектив развития отношений с Китаем и событиями в самом Китае в 92-м году состоялась знаменитая поездка Дэн Сяопина на юг страны когда Дэн это последнее такое что он сделал значительно он сказал что вот несмотря на все что произошло мы будем идти по пути открытости и реформ начался новый раунд углубления реформ в Китае стало ясно что вроде бы они не сворачиваются Китай будет дальше идти по избранному пути а были там идеи свернуть все назад и вернуться к старому и это породило некоторую новую волну эйфории как вы видите развитие ситуации в Южно-Китайском море какой-то сценарий насколько вы считаете реальным идея о коллапсе внутри Китая она сейчас активно обсуждается в разных вариациях я говорю не о каких-то там кратковременных социальных потрясениях а именно о таком мощном внутреннем кризисе который поставит вопрос о территориальной целостности страны ситуация в Южно-Китайском море она скорее всего будет оставаться там где она есть в течение еще нескольких лет есть несколько факторов которые на нее влияют во-первых Китай претендует на словах на 90% акватории этого моря в пределах так называемой 9-ти пунктирной линии но надо всегда помнить что Китай никогда не формализовал эти претензии они существуют в форме какой-то там вербальной ноты не подавалось формальных заявок в ООН они оставляют за собой большое пространство для маневра вердикт арбитражного суда удовлетворившего иск Филиппин вроде бы поставил их в несколько сложное положение но после того как президентом Филиппин стал Родриго Дутерто который заявил что фактически это предмет для сделки если вы мне построите сколько там железных дорог то мы с вами договоримся и к этому все идет то есть это все снижает накал на время разумеется китайцев интересует не контроль над этими воображаемыми линиями их интересует эффективное военное превосходство в этом районе поскольку это сковывает движение флота США и есть еще один важный аспект этой политики Китай довольно серьезные ресурсы вкладывает в развитие стратегических ядерных сил и с 12-го года он имеет уже с 13-го первый функциональный морской компонент стратегических ядерных сил из 4-х сейчас уже 5-ти атомных ракетных подводных лодок они пока не ходят на боевое патрулирование но рано или поздно это начнется и база этих лодок находится на острове Хайнань и в Южно-Китайском море будет зона патрулирования этих лодок которая должна определенным образом также охраняться и контролироваться то есть это еще один такой ядерный аспект этой проблемы китайцы не будут отступать от некоего минимального набора целей они будут их добиваться всеми силами они будут на время снижать напряженность но как только ситуация будет благоприятной они будут делать снова шаг вперед потому что это очень важно для них в это вложены колоссальные ресурсы и они не отступят рано или поздно встанет вопрос о том что это сделать но что с этим могут делать США но до сих пор США всегда на несколько шагов позади они реагируют очень запоздало собственно все эти патрулирования для обеспечения свободы мореплавания они начались уже после того как Китай построил свои искусственные острова которые там станут основой их военной инфраструктуры в южной части Южно-Китайского моря они неэффективно реагируют и видимо может возникнуть ситуация что им придется либо мириться с поражением либо запоздало предпринимать какие-то уже совсем чрезвычайные меры у них дела обстоят не очень хорошо Китайская линия как я понимаю направлена на то чтобы просто постепенными шагами прийти к тому что американское положение станет безвыходным и США признают свое поражение и просто отступят это идеальная такая картина мира что касается краха ну как известно прогнозы о крахе Китайской народной республики публикуются по нескольку раз в год на протяжении последних там где-то 30-36 лет это постоянный жанр литературы который там постоянно множится никаких существенных причин осуществлять ожидать этого краха нет Китай может столкнуться с экономическим кризисом Китай находится на пороге смены уже реальной смены экономической модели которая будет болезненной многие страны проходят через экономический кризис как правило это не означает краха государственности это может означать трансформацию политической системы опять же не всегда в направлении ее там смягчения ослабления на эти проблемы можно реагировать по-разному в том числе усилением государственного контроля ростом национализма переносом противоречий вовне ну вот увидим как это будет все аналогии с СССР они совершенно бессмысленны Китай даже во времена Мао Цзэдуна был не похож на СССР практически ни в каком отношении а современный Китай это такой стопроцентный антипорт Советского Союза во всем кроме слова коммунистические в названии правящей партии он не похож ни в одном отношении любые закономерности которые вы можете извлечь из советского опыта не имеют к ним никакого отношения и это все будет по-другому всегда как вы знаете в прошлом году была анонсирована программа новой военной реформы в Китае в связи с этим у меня к вам два вопроса как проведение данной реформы скажется на китайско-американских отношениях и что данная реформа значит для Китая является ли это вынужденным шагом для Китая когда он является заложником дилеммы безопасности или все же это попытка отойти от заветов Дэн Сиопин оставаться в тени Китайская большая военная реформа она имеет две составляющих первая из них это изменить в корне систему управления армией с тем чтобы приблизить ее к мировому опыту то есть до сих пор они пытались преобразовывать армию так пошагово и многие вещи им не удавалось сделать это оставалась такая преимущественно сухопутная сила с множеством атовизмов прошлой эпохи когда она готовилась вести сухопутные войны на своей территории слабым взаимодействием между видами вооруженных сил проблемами с профессиональной подготовкой вот сейчас то что они делают первая составляющая это на основе как западного так и российского опыта они реформу нашу изучали очень глубоко Сердюковскую создать полный аналог современных вооруженных сил с полной интеграцией видов вооруженных сил созданием объединенных командований на театрах военных действий снижением роли сухопутных войск которые будут резко сокращаться повышением роли современных технологий современных методов управления ликвидации параллельных структур и в общем все как вот это уже реализовано было первоначально в США а потом во многих других странах вторая составляющая этой реформы связана с укреплением контроля над армией раньше за внутренний контроль над китайской армией отвечала одна структура главная политическое управление ноак который был и армейский суд и прокуратура и служба безопасности и даже военные тюрьмы там были сейчас они отделили всю эту систему от политического управления они создали новые структуры отвечающие за контроль и правоохранительную деятельность в армии подчинили эти структуры напрямую центральному военному совету и преобразовали армейские судебные антикоррупционные органы то есть тут две составляющих это давно назревшие реформы они призваны они просто необходимы для того чтобы китайская армия соответствовала требованиям времени они действительно связаны с тем что они в меньшей степени готовы уже сейчас вести боевые действия на своей территории особенно на суше и они видят свое будущее уже как такой глобальной военной державы с океанским флотом который во многом уже построен посылающий свои войска по всему миру и так далее и тому подобное как проблема северокорейской ядерной программы собственно влияет и будет влиять на китайско-американское противостояние ситуация с корейской ядерной программой она сейчас находится в таком переживает период больших изменений до на протяжении длительного времени на китайскую линию в отношении северной кореи влияло несколько противоречивых факторов во-первых они конечно не любили северокорейский режим и это чувство было взаимным но во-вторых они не были заинтересованы в его крахе категорически они никогда не давали ему упасть и никогда не позволяли полностью перекрыть ему кислород в-третьих они были действительно заинтересованы в прекращении ракетно-ядерной программы северной кореи потому что ракетно-ядерная программа северной кореи давала США политические возможности наращивать свое военное присутствие в северо-восточной азии прежде всего развертывать там систему противоракетной обороны но последнее время произошли изменения то есть с точки зрения китайцев все плохое уже произошло и важный шаг это решение в этом году США и Северной Кореи развернуть комплексы противоракетной обороны ТХААТ в Южной Корее совместное американо-южнокорейское решение это бьет по китайцам очень сильно это практически безразлично для России мы выразили против этого протеста но за компанию с китайцами чтобы их поддержать для китайцев это тяжелый удар появление такой эффективной системы ПРО на юге Корейского полуострова это обесценивает некоторую существенную часть возможно их ядерного потенциала они будут на это жестко реагировать с их точки зрения создаются условия для пересмотра тактики в корейском вопросе то есть скорее всего они будут менее склонны теперь поддерживать дополнительные меры давления на КНДР потому что зачем собственно говоря если вы мы поддерживаем но вы не учитываете наше соображение с точки зрения безопасности но с другой стороны у них нет возможности как-то сблизиться с КНДР потому что Ким Чен Ын он параноидален был и есть в отношении китайского влияния на свою страну он убил сослал или куда-нибудь прогнал с глаз долой всех высокопоставленных чиновников которых он подозревал в прокитайских симпатиях и связях каких-то возможностей для сближения нет поэтому видимо китайцы не будут в полной мере выполнять решение совбеза ООН по санкциям будет продолжаться торговля при этом ситуация в самой Северной Корее с экономической точки зрения остается благоприятной Северная Корея она вообще в последние несколько лет переживала относительно быстрый экономический рост измерить его невозможно они не публикуют свои статистики но видимые признаки есть у них был довольно быстрый экономический рост и очень быстрый просто удивительный рост в сфере военных технологий огромный прогресс который никто не верил и никто не понимает как он возможен и в итоге возникает такая ситуация что видимо Северная Корея будет продолжать испытывать свои ракеты новых санкций видимо против них не удастся ввести потому что Китай не допустит этого и Россия это особо не нужно будут какие-то попытки давить на Китай по севернокорейской проблематике и возможно Соединенные Штаты попытаются ввести так называемые вторичные санкции то есть будут наказывать китайские компании которые они подозревают в сотрудничестве с КНДР это будет новый раздражитель такой в американо-китайских отношениях наряду с другими ну и это видимо будет продолжаться возможно к какому-то моменту Ким Чен Ын просто доведет свою страну до такого момента когда отношения между Китаем и США настолько ухудшатся что он вернется к блаженным временам своего дедушки когда была холодная война и Советский Союз вот и все